На протяжении 14 лет силами сельчан села Копчак возводится Христорождественский храм. Все эти годы каждый житель села Копчак старается вносить свою лепту и посильную помощь в его строительство. В 2022 году на строительство храма были собраны средства в сумме около 4 миллионов леев. В основном это пожертвования жителей и организации села Копчак. Целью у нас является не только, чтобы возвысить в этом селе красивое здание, но для того, чтобы село проснулось, чтобы это было настоящим нашим возрождением, чтобы каждый человек чувствовал, что это является частью его жизни, что село преобразилось и основывает некое такое будущее для всех наших детей. Поэтому сегодняшний отчет во многом отразил нашу общую цель. Данный проект служит примером настоящего единения и сплоченности общества, когда, несмотря на все трудности, все люди объединяются и становятся едины, подчеркнул Виталий Зелинский. И вот этот вопрос строительства оказывается, что всех людей объединяет. То есть некая вот, приоткрывается великая тайна, что перед Богом все себя чувствуют братьями и сестрами, что все мы становимся едиными. Хочется пожелать, наверное, не то, чтобы наш храм не завершился или чтобы постоянно был в стройке, нет, но чтобы он нас научил тому, чтобы мы постоянно были вместе, что всегда нужно в селе решать вопросы воедино. В этом году активно подключилась к помощи в строительстве храма и диаспора села Копчак. Как отметил на заседании примар села Копчак Олег Горизан, данный проект является самым важным для села, и он объединяет всех жителей. Конечно же, в этом году диаспора сыграла большую роль, порядка 18%, как рассказал отец Виталий. Порядка 700 тысяч людей – это наши только односельчане, которые сегодня постоянно проживают на территории Германии, территории России. Такие проекты объединяют наших людей. Они объединяют не только в рамках проекта по строительству храма, но это яркий пример, когда общественность села умеет сплотиться, объединиться для решения других инфраструктурных проектов на территории села. Отчеты о выполненных работах, о планах на будущий год, а также финансовый отчет по распределению средств предоставляется настоятелями церкви ежегодно. Ожидается, что это будет самая большая церковь на юге страны. Олег Дулогло, Леонид Арфенос, ГРТ Новости. Олег Дулогло, Леонид Арфенос, ГРТ Новости.